Девушки отдыхают Сейчас, Игнат, сейчас, сейчас Вот, Леонечка, отпустим твоего соседа, видишь? Сейчас, Лашка А покашляй, как ты кашляешь, ну-ка Еще покажи Ой, молодец Давай еще послушаем Мешаем здесь Бенятно Смотри-ка Та, держи, скорее Не бойся, у тебя же тоже такое дому есть? Давай, раздевайся Зайца тебе сейчас покажем хорошего Так, прям так, раздевайся совсем Штанички снимайте, все снимайте Мы решим с вами вопросы Мы решим с вами Так Понял? 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 Значит, теплое щелочное питье Шерстяное укутывание Хоть дома и тепло, шерстяное Хоть дома и тепло, шерстяное, кофта шерстяная Носки, шерстяные штаны Давай договоримся так, что ты будешь соблюдать диету То есть маме скажешь, что не надо ничего жирного Не надо ничего жареного Будешь сдавать анализ Плакать будешь? Ну, на секундочку Переслали такое послание Информация До 23 октября 12-го Сделать актив семью Мергенёвой Свердлова, 27-1 В акте отметить Санитарное состояние Что изменилось с прошлого посещения Занятость родителей Какая профработа педиатром проводилась с семьей Про кого писать-то надо? Писать надо про всех И про Колю, и про Женю Лёша уже большой Ну, съездите? Съездим Я здесь вот в апреле месяце пошел 41-й год 72-го года Вот вы всех знаете детей на улице, которые бегут? Всех детей, которые бегут на улице, да И их родителей, наверное Так, сейчас поедем на Свердлова Свердлова, 25 Там пришло 40 метод кабинета Письмо, чтобы эту семью навестить Так как она считается неблагополучной по детям Дети, шалунишки Вот их надо навестить Чем они занимаются? Дома, не дома, в школе, не в школе, где они сейчас Так, это вот первый будет Белый дом с той стороны Перед Серым Что за праздник интересуешься? Это просто пришло письмо Входит ли Оля и Женя в школу Не прогуливают ли они в школу Привет, здрасте А можно если все-таки завтра? А что завтра? Сегодня как бы Завтра в мае, да, он будет Ну нет, но ты же все равно сказал, что они уже две недели в школе не бывали Женя-то ходит в школу каждый день А Коля вы даже не знаете, где находится? Так, ты работаешь где-то? Сейчас я по ремонту занимаюсь с тетей Ремонтом у тети занимаешься? Ты закончил-то что? На Вровске По ремонту или почему? Столер-мебельщик Столер-мебельщик Сейчас у тети делаешь ремонт, да? Да Ну а с братом-то у тебя нет в отношении, что ли, хороших, что ты не знаешь, где он находится? Какие себе отношения? Если человек себе то, что в голову вбил, то и... То и делает, да? Да А мама куда-то заявляла о том, что он исчез, что его две недели нет? Да А куда она заявила? Мама на работе сегодня? Да-да Телефон у нее сотовый есть? Да Напиши, пожалуйста, сотовый телефон, я ей позвоню потом Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Он совсем и не звонит, и не приходит в течение двух недель, да? Да Ну ты ведь старший брат-то, что ты как-то с ним не найдешь общий язык? Как с ними работать, непонятно, с этими мальчишками. Где-то потеряна ниточка вот этой связи. Ни записки, ни остальных, ничего он вам не оставит. Он сам собрался и пошел. Я еще посмотрела по одежде, в чем он мог пойти. Курточка, обувь, теплая одежда тоже дома. А телефон у него есть? Телефон мы его покупали на день рождения, но он его удалось заложить в городе где-то. То есть вы две недели, где он находится, вы не знаете? Я точно не знаю. Но вы куда-то заявили? Я обратилась в прошлый год, перед Новым годом, тоже на три недели он тогда потерялся. Обратилась в милицию с просьбой разыскать его. Они мне сказали, сидели там, а зачем, говорит, его искать? Сейчас, говорит, нагуляет, а сам, говорит, придет. Один раз даже вообще уходил. И крошку, и тарелку, и ложку взял, все сложил и ушел. Так что... Ну, может, все-таки его как-то все-таки лечить? Может, это болезнь? Уже превратилась в болезнь, а не просто... Вы думаете, что это болезнь? Я, например, считаю, что это не болезнь. Ну, и что теперь делать будем? Ждать будем, когда нагуляется, если изволит, на областную милицию выйти. Ну, может, все-таки куда-то заявляют? Не буду я ей заявлять, зачем это. Все равно наша аэромильская, СССРская полиция, они искать его не будут. Они сами говорят, что мы искать его не будем. На уши стал жаловаться? Ну, надо доехать до аптеки, взять отину или отипакс, и в это ушко три капельки закапать, утюгом нагреть платочек и подвязать, и посмотреть, понаблюдать. И в час мне позвоните, если что, я подъеду, хорошо? Хорошо, ладно, давайте. Спасибо. 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 В связи, а страны, нап further. Страх почему-то большой. Они просто все-таки т� scratches у родителей. У родителей. Видимо до определенного возраста все отдаётся ребенку. Я вот гляжу, мамашки особенно молодые, которые – они вот… Чрезмерные ощущения. Такая даже чрезмерная опека идет… Особенно груднички. Анаст 121 brew etc… В жизни получше стало, и дети получше живут. Все имеют, и машины, и квартиры… Питание хорошее. У нас сколько на поселке? Вот раньше, может, один магазин был. А сейчас и сколько магазинов? Ну, человеку чего-то не хватает. Ну, вот благополучные страны, та же Швеция, Норвегия, Эстония, ведущие места по самоубийствам. Ну, чего-то людям не хватает. Тоже вариант. Ну, у нас и самоубийство, да, вот на первомайке повесился мальчик, 13 лет. Кто он? Чуров-то? Вот что, ребенок из нормальной семьи? Да, что ему не хватило? Вот что не хватало? Было такое? Здравствуйте, Лена. Ну, что, как у вас дела? Да, все, по сторонам. Коля так и не вернулся? Нет. Вы куда-то обратились? То есть никто ниоткуда не позвонил? Всех знакомых опросили, со всеми переговорили? Ну, только он, я только связаться со мной, у него их. Он знает мой номер телефона. По памяти помнит. Но он не позвонил, ничего не говорил. Нет, ничего. Ну, давайте обратимся в милицию, позвоним. Кто сейчас у нас участковый? Вы сами знаете его? Встречались? Нет, я его не знаю. Давайте я в сельский совет позвоню, в администрацию, спросим, где можно найти участкового. Кто сейчас у нас участкового. Я, знаете, по какому вопросу звоню, Ирина Федоровна? Ищи сколько опять. Лена как бы еще спокойной была, а сегодня уже Лена переживает сама на слезах, что время-то уже долго, а его нигде. Все ясно. Ну ладно. Да нет, я просто не несу это. Здравствуйте. Это звонит вам с Октябрьского, с общей врачебной практики участкового педиатра Ваулина. Вот скажите, пожалуйста, у нас пропал мальчик Гилев, Мергенев, Коля. Он Гилев пишется, да, Гилев, Коля. Нет его уже третью неделю. Что для этого надо? А мама вот у меня сидит здесь. Так, какого числа точно вот он ушел из дома? Сейчас точно мама скажет. Вы говорили в выходные? Вот первого числа. Первого октября. Я была на Смоле? Да, да. Вот три недели уже проходит. Он до этого тоже пропадал где-то недели на две. На Шарташе его там где-то остановили, маме позвонили, она вот съездила, забрала его. Но он к нам и на прием приходил. Он приходил у него где рана была в области головы, его кто-то ударил. Но он сказал, здесь-то он на приеме сказал, что просто был в городе, тусовался. А то, что он был в бегах больших, он не говорил об этом? Да нет, конечно, она к этому не склонна. Ну, сын, вот такая болезнь, наверное, есть. Я вот говорю о том, что его, наверное, надо лечить все-таки. Нет, мама не пьющая, мама не алкоголик, никто. Хорошо, спасибо. То есть вы сейчас будете дома, они к вам подъедут? Да я просто ихную работу знаю, и поэтому я говорю. Ну нет, ну видите, он как бы отнесся. Он совершенно другой человек позвонил, и вроде бы... Ну вот как бы они всецело настроены, что вот сейчас искать, и почему так долго вы не оповещали, не звонили, не говорили. То есть настрой такой. Ну посмотрим, как все это сдвинется. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Я сам-то не видел. Ты сам-то еще не видел? А откуда знаешь? Его мать сказала. Да. Я там ночевала у меня. Ну здорово, все ясно. Ну значит, теперь вы с новой машиной вылетите. Здравствуйте, Россия Николаевна. Добрый день, Светлана. День добрый. С кем это вы гуляете? С кем гуляем? С Жениной. С Женькиной. Сколько вам уже? Нам уже шесть. Шесть. С месяц. А вы-то в садик пошли? Да, мы пошли в садик. В частный? В государственный? В бюджетный садик. Вы нынче на руководстве в школе-то, да? Да, у меня девятый класс. Девятый класс? То есть он в школе Тагилев. Все ясно. У меня ребенок. Тяжелым кажется. Очень тяжелым. Ну вот у него проблема бегов, да, проблема. Он у нас когда два года что ли назад попал тоже в областную больницу на операцию. Он же сбежал на второй день после операции. Оттуда позвонили срочно. Срочно, срочно ищите. Речугов управления никаких нет. Поэтому что с ним делать? То есть все организации достал? Да, уже все организации. Он все прошел уже. Все организации. И поэтому я вот как классный руководитель даже вообще не знаю, что с ним делать. Как с ним быть? Тяжелый случай. Тяжелый, ага. Не знаю. Даже как к нему подобрать, что. Чем его полечить? Чем его? Чего привить? От чего привить? То есть его нашли в Удмуртии? Да. Давай, зови. Зови его, зови. Коля, выходи Я слышу, что он там Коля Вот теперь давай расскажи, где ты путешествовал? Где только не был Ну и где ж ты был? В Перми был В Иржевске В Челябинске В Екатеринбурге еще был Там потусовались, там потусовались Ну и так вот потихонечку, потихонечку планировали А у нас как с другом в давних планах В Москву ехать Так, ну а в Москву-то поехать с какой целью? Зачем? Просто Так, посмотреть на город Посмотреть на город, на Москву А деньги где брали? На какие деньги путешествовали? Стопом, ну и песочком Как угодно Ну хорошо, ладно Ну ты решил в Москву поехать, посмотреть А ты о маме-то подумал? Ну вот давай, ответь Подумал? Мама будет переживать или не будет? Как ты думаешь? Даже не думала Даже не думала Ну ты же здоровый Здоровый Умный Умный Красивый Красивый Ну что ах-то? Ну что ах? Да, не шо? Ну в школу ты хочешь ходить? Не Как, а не пойдешь теперь в школу? Посмотрим Ну как, посмотри, ты в каком классе? В девятом Ну девятый-то ведь надо закончить Ну не получается Ну почему не получается? Потому что путешествуешь Да Ну вот давай договоримся так, что ты больше не будешь до конца этого года путешествовать Мне нужен какой-то стимул Ну какой стимул? Ну скажи, какой тебе стимул нужен? Ну вот какой? Я не знаю Ну что? Ну как не знаешь? Ну какой стимул? Пойти в школу Учиться Закончить девятый класс Поступить в какое-то училище Получить профессию Потом работать Это не стимул, это обязанность Ну чего ты достигнешь? Вот каждый раз С кем-то договоришься Сядешь, поедешь в один город Поедешь во второй город Профессии нет Ничего у тебя нет И чего ты достигнешь? Ну достигнешь чего-то Или тебя где-то отлупят Или еще что-то сделают Да, не знаю Ну что нет-то? Ну на что ты будешь жить? Или жизнь сложится так, что что-то ты должен будешь украсть Чтобы поесть, значит попадешь в тюрьму Вот тебе и весь стимул будет Ну давай подумай, хорошо Ну согласись Ну вот посмотри Леша получил у вас профессию Он сейчас работает? Ну значит что-то уже интересное у него в жизни появилось Хотя бы с брата пример бери Нет Почему нет? У человека должна быть своя голова на плечах Нет, ну ты же должен с кого-то взять пример Чтобы на кого-то быть похожим Он к чему-то стремится Ну не дело же бегать, Коля Ну согласись Коля, ну давай договоримся Что больше ты путешествовать в нынешнем году не будешь Давай школу закончишь Договоримся? Или не договоримся? Я говорю, мне нужен какой-то стимул Ну ты скажи, какой стимул-то? Ну какой? Ну какой? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 А как ты выбираешь маршрут? В контакте вот сижу, человек добывается, друзья, допустим, я посмотрю родной город, где человек нормально общается, на карте посмотрел, где, если рядом, возникает идея сходить, посмотреть на него, пообщаться, потому что вживую-то, и все равно более-менее лучше общаться, чем через клавиатуру, через интернет. Ну, это получается. А на чем ты любишь ездить? Просто остановил машину, да поехал, да и все. Просто бывает, иногда страх есть небольшой, человек такой, может, злой попадется, может, и зашибет еще. Но все равно надо не отчаиваться, надо смелости набираться. Иначе смелости не будет, ничего в жизни не получится и не добьешься. И что, смерти не боишься? Все равно все умрем когда-нибудь. Вот я вот сколько вот хожу, ну, бродяжничаю, получается, чего только нету. Когда пьют, вообще там, то ужасно. Но пьются и сидят, разговаривают. И ты эти разговоры слушаешь? Спрашиваешь о чем-то? Ну, по идее, вопросы, которые я могу задать человеку, на них очень тяжело найти ответы, и вряд ли на них можно ответить. А в школе на эти вопросы могут ответить? Ну, там ничему уже новому не научатся, одно знаю. А в школе на эти вопросы могут ответить. Похудел, что ли? Нет. Нет? А вырос, ты вырос? Да. Насколько? Ну, сам просто по одежде думаешь, что ты вырос? С верстников догнал, потому что. Что? С верстников по росту догнал. Догнал с верстников? Ну, вот видишь, молодец какой. Ну-ка, спиной разворачивайся. А это у тебя что здесь такое? Шрам. От чего? Упал. Где? Угадались. Давно? Да. Целое летом назад. Разложил три месяца назад. Чуть меньше даже. Так-то все нормально тут, но тихо кажется. Вот так и возьмешь таблетки от кашляния, с термопсисом, от харкивающей по таблеточке, три раза в день. Значит, теплое питье, чай, молоко с медом, теплое питье, можешь горчичные ножны и ванны для ног сделать, попить аскорбиночку. После еды три раза в день. Ну, после каникул в школу идешь? Постараюсь. Ну, давай договоримся, что ты пойдешь, ладно? Угу. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Оля Гилев в школе? Нет. В школе, а как вы узнали? Ну, как, я же с махтером работаю, я же вижу, кто проходит, кто нет. Какие-то материальные признаки его есть здесь в школе? Материальные признаки? Есть портфельчик у нас, который частенько он его здесь оставляет. Вот он, портфельчик, вот, пожалуйста, смотрите. Тяжеленький, там, наверное, учебники в нем есть. Давайте посмотрим. Вот, смотрите. Смотрите, что там? Учебник литературы, по-моему, даже. Да, смотрите. А давно это стоишь улочкой здесь лежит? С вчерашнего вечера. А сколько она может тут лежать? Ой, она может неделю лежать. Может побольше. Я ее потом приберу, уберу, он когда приходит. Он ее всегда забирает или она может тут? Он может вечером прийти за ней и забрать ее. Он может вечером прийти за ней и забрать ее. Я детям всегда говорю, вы должны перед собой поставить цель. Первое, это закончить школу. Второе, получить образование. Для чего? Для того, чтобы вы могли потом содержать достойно свою семью, чтобы вы могли вырастить своих детей. А вот для чего я не думала об этом? А для чего действительно? Выписываем лекарства, проводим беседы, допустим, как за ним ухаживать, что там с ним сделать. А вот душу вылечить, ну все-таки это не в моей компетенции. То есть не в моих силах вылечить ее. Надо обратиться к кому-то другому. Кто-то должен душу, наверное, лечить другую. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...